Во-первых, он православный христианин, я знаю, и поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться, если к врагам даже с любовью, а к братьям с сугубой любовью? Поэтому вот это мое отношение. Слышал видеозаписи его беседы, обращений. И меня все время поражает его глубина эрудиции и знания писания, святой отечественной литературы, святых. Он очень грамотный, православный, грамотный человек. Но у него есть своя особенность кавказа. Он очень горячий, очень горячий. Ну, русский, наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80, он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья и просить его много нас грешных. Мне ведь очень хотелось бы съездить на Алтай, по Теряевку, где Игнать Тихонович, ну и вместе с своими братьями и сестрами Христе, восстановили заброшенные деревья их родную, где она у тебя православная там живет. Такая некая православная община. Вот сейчас я вам фотографию показывала, крещение. Мы будем увидеть пообщаться. В этом году рядом с событиями, которые у меня произошли. Там, кстати, я на фотографии тоже есть. Вот там внизу крещение показано. Очень надеюсь, что это приятно. Очень бы хотелось увидеть не только Игнать Тихонович, и у меня пообщаться, а этих людей, людей, и их общинное устроение. Думаю, что у меня будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как и моему учителю, как к человеку, который много что знает и много чего может научить. Ну, есть у него некие такие вещи, вот, для кого-то может жестко будет изучать что-то. Ну, у нас у всех лично немножко что-то есть. В церкви главный принцип вот какой. В главном единство. В главном он бедоматический, православный, канонический, православный. Он причащается в православной церкви. Он сын русской православной церкви. Это главное. А второстепенность, свобода, разной формой быть. Но главное, описываешь по всему и любовь. Это главное. Это Головин, да? Да, да. Таня, три секунды, подержи. Я, извиняюсь, в этот раз просак попала. Не, не, это Головин. А он про Головина говорит. Нет, не, 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 вы не поняли. Сейчас сидел священник-картерей Владимир Головин. И как раз... Да, да. Он Головин, который как раз... Под Казанью, да. И он как раз говорит вот про Игнастя Ханчича, которую я вам дала. А, про Латвина, да. Да, да, да. Который на Алтай. Да, который на Алтай. Который проповедник-миссионер. Я говорю, вот это расстань. Я сделала ошибку-то. Он несколько раз ролик всегда я смотрю. Он говорит, мне скоро будет 80 лет. Ему 10 июня должно исполнить 80 лет. Теперь он все лето проживал в деревне. Проезжает там и лагерь, и брат священник своей общины. Вот, куда мы ездили. И 10 октября он вертается в город Барнаул. Эти две даты у меня склеились в одной. Я еще эту ошибку сделала. Я его 10 октября поздравляю с днем рождения. Когда нам было 10 июня. Я его так поздравила. Он говорит, да у меня-то... Ну, я немножко ошибаюсь забыла. Информации много. Так что... Игнать Тихонович, простите, ради Тихоновича. А это Држановский район вот там. Это еще... Вот этот батюшка, он, Таня, вспомни, Владимир Головин. Сейчас скажу, у дочки она знает. Таня, напомню, Владимир Головин, Казань, как от этого называют. Болгарский. Болгарский. Нет, а у него Држановский район вот там. Это я не знаю. Это я ничего не знаю. Может, Чикурская? Да, да, да. Чикурская отец Олег. Это по благословению Схиегумена Иронима Сноцарского покойного. У него он молитвен как бы лечит. Но я лично не знаю, не была. Просто я батюшку Иронима знала. Лично. Ездит туда, да, слышала. Ну, а вот отзывы-то есть какие-то? Сейчас точно не могу сказать. Не слышно.